Здравствуйте! В эфире программа «Открытый город» – программа, где мы рассказываем о том, как в столице республики удается выстроить открытый диалог горожан с местной властью и каких результатов удается достичь благодаря этому разговору. Количество транспорта в Чебоксарах неуклонно растет, а дорог и парковок не прибавляется. Вот и приходится многим автолюбителям оставлять машину там, где ей совсем не место. Например, на тротуаре, детской площадке или газоне. Нарушения налицо. Но юридическая коллизия вокруг статьи 10 закона об административных нарушениях не давала какое-то время наказывать виновников. Ее то вводили в действие, то отменяли. Теперь все встало на свои места. Предложение депутатов городского собрания Чебоксар одобрили в Госсовете, и изменения в закон были внесены. В соответствии с новой статьей, теперь за парковку на газонах, наличие наледей сосулек на крышах, ненадлежащий сбор отходов, переполненные контейнерные площадки, грязь во дворах, предусмотрен штраф. Администрация города будет наказывать нерадивых автомобилистов и управляющие компании. 11 октября вступили в силу поправки в закон об административных нарушениях в Чувашской республике, которыми установлена административная ответственность за нарушения в сфере благоустройства. В частности, закон был дополнен шестью новыми статьями. За удовольствие припарковаться на газоне или тротуаре придется платить. И немало. Кроме этого, раскошелиться придется и тем, кто проводит земляные работы на территории города без установки специального ограждения, освещения и указателей. Штрафовать будут и тех, кто наносит надписи на здание. С 11 октября в соответствии с изменениями подлежат административные ответственности собственники нежилых зданий и сооружений. Теперь они будут отвечать за ненадлежащее содержание фасадов, отмосток, ливнестоков, окон, витрин, входных групп, за невыполнение обязанностей по удалению снега, мусора с принадлежащей территории, за неисполнение обязанностей по очищению кровель, карнизов от снега, сосулек, за невыполнение обязанностей по размещению указателей с указанием наименования улицы и номера дома, а также за невыполнение обязанностей по удалению фасадов нежилых зданий различных объявлений и надписей. А в данном случае тоже граждане подлежат административной ответственности до 3000 рублей, юридические лица до 20, а их должностные лица до 10 тысяч рублей. Так что работа административным комиссиям прибавится. По мнению авторов закона, изменения помогут решить целый комплекс проблем и создать в городе по-настоящему комфортную среду. Чтобы хоть как-то решить проблему нехватки парковочных мест, в Чебоксарах, по примеру других городов, стали открывать платные муниципальные парковки. Конечно, полностью проблему они не решат, но центр города, как отмечают эксперты, должен несколько освободиться. Сократится число нарушений общественного порядка, станет удобнее и пешеходам, и автомобилистам. Нехватка парковочных мест – проблема любого мегаполиса. Постепенно она стала актуальна и для столицы республики. Но вплотную этой темой занялись лишь тогда, когда все места в центре превратились в одну большую парковочную территорию. Нарушались все правила дорожного движения. Машины бросали как угодно и где угодно. Безопасность отошла на второй план. Так что решение организовать платные парковки оказалось вполне своевременным. С 15 октября на улице Ленинградская в тестовом режиме заработали первые так называемые паркоматы. Утверждены тарифы. Легковой транспорт – 30 рублей за час. Грузовой транспорт и автобусы – 60 рублей за час. Стоимость тарифа – одна из минимальных в Поволжье. Есть бесплатное время – 30 минут. Свыше 30 минут – пока первоначально будет осуществляться оплата. Получаса должно хватить, чтобы решить свои дела в том или ином учреждении и освободить парковочное место. А вот тех, кто привык бросать свои автомобили на целый день, эта мера должна отпугнуть. Вот здесь парковка, допустим. Я не против, конечно, заплатить. Но главное то, что я буду знать, что машина моя стоит там, где не будет мешать проезд, например. Ну, либо, возможно, там, может, не эвакуируют. Если это касается вокзала, наверное, это стоит платную парковку применять. Если это место работы, то это не совсем желательно. То есть в каждом отдельном случае надо индивидуально смотреть. Первыми систему с платными парковками опробовали на себе сотрудники городской администрации. Оплата безналичная, через приложение или автомат. Определяем тип транспортного средства, легковой или грузовой, в зависимости. От типа, соответственно, определяется стоимость часа парковки. Выбираем легковой и вводим госномер транспортного средства, который вы хотели бы оплатить. После ввода номера система дает возможность подтверждения ввода номера. После того, как систему обкатают на Ленинградской, такие паркоматы появятся и в других местах, например, в районе ЖД вокзала. Данный проект не является коммерческим, отмечают в администрации города. Все денежные средства от оплаты будут поступать в бюджет города. А вот за неуплату стоянки в зоне платной парковки будут предусмотрены штрафы. Правда, в ноябре таких жестких санкций планируют не применять, чтобы дать горожанам время на освоение системы. В полном объеме автоматизированная система сработает с 1 декабря этого года. Вообще, появление платных парковок и многие другие идеи, как сделать город комфортнее, все чаще становится возможным благодаря инициативе самих Чебоксарцев. Решение проблем предлагают не только представители власти, но и сами жители. ТОСы стали сведущим звеном между чиновниками и простыми горожанами. Они помогают увидеть проблемы своего микрорайона, а главное, предлагают перспективы развития. Десять лет назад в Чебоксарах появился Институт территориального общественного самоуправления. Сейчас в столице вполне успешно работают 58 ТОСов. У каждого из них свои ветераны, активисты, многочисленные награды, достижения и бесценный опыт. Одним из первых в столице организовали ТОС «Звездный» в Новоюжном районе. Татьяна Тихонова руководит им с самого его основания. Под ее началом 36 многоквартирных домов. Территория большая. Признается, начинать было непросто. В конце мая у нас в этой школе прошла конференция, на которой мы выбрали 13 человек Совета ТОС. Рассказали людям, что такое ТОС. Пришли с администрации, конечно, мы еще толком не знали, как это, что будет. Но инициативные люди нашлись. ТОС стал частью системы местного самоуправления. Создающее звено между жителями и властью. Самые насущные вопросы его члены адресуют чиновникам и депутатам. Самая основная наша работа, конечно, это взаимосвязь. Взаимосвязь с жителями и с администрацией города, с администрацией района нашего, с депутатами. Инициатива всегда шла от народа. Вот что хотел народ, это мы доносили до администрации, до наших депутатов, чтобы была комфортная среда, чтобы нам было приятно жить, приятно общаться с соседями. И вот одно из, конечно, вовлечь побольше людей в активную жизнь – двора. С председателями, конечно же, повезло. У нас ни разу не возникло никакой-то йоты или какой-то мелкой интрижки для того, чтобы можно было поспорить, пофилософствовать. Все время понимаем друг друга с полусловом, как-то читаем друг друга, знаем, кто о чем думает. И, на мой взгляд, какими просьбами Татьяна Александровна ко мне не обращалась. Все, что касается мелких, немелких, больших, небольших, существенных, несущественных обращений, у нас мы их не делим. Обратились, мы стараемся или объяснить, или сделать шаг навстречу, или поддержать словом, делом. Большинство из того, что удалось сделать за 10 лет, сделано именно по инициативе и с непосредственным участием самих жителей. К примеру, несколько лет назад вот эту заброшенную территорию удалось превратить в настоящую аллею искусств. Отремонтировали дорожки, тротуары, установили скульптуры, новые лавочки, светильники. Совсем недавно обустроили и спортивную площадку. Я живу здесь с самого рождения. Я не понаслышке знаю, как детям здесь раньше было грустно. Когда они ходили, здесь был просто пустырь. А сейчас мы здесь можем гулять, можем веселиться, можем заниматься спортом. Именно ТОСовцы организуют встречи с депутатами, проводят субботники, навещают ветеранов, устраивают спортивные праздники для детей. ТОСы – это очень хорошо. Мы вот как-то в одно время будто бы заснули. Мы ведь дети советских времен, советское воспитание. Кто-то у нас начинали с октября, потом поступали в пионеры, комсомолы, в партию и так далее. Мы всегда как-то жили, выполняли общественные работы. А в одно время как-то мы потерялись, а вот все нашли, активизировались, работаем. И стоит отметить, работают на совесть. Летом район буквально утопает в цветах. Зимой активисты ТОСы строят ледяные горки, снежные скульптуры. Благодаря стараниям жителей микрорайона, зимой звездный победил в городском конкурсе «Лучший новогодний двор». 20 тысяч рублей – награда за первое место. Пошли на благоустройство родного двора. Неравнодушие к проблемам своих домов и дворов, готовность своими силами делать жизнь вокруг себя лучше, объединяет и активистов другого ТОСа. Кукшумский так называемый штаб находится в Новоюжном районе в библиотеке имени Гайдара. За 10 лет, конечно, сделано очень многое. Самое главное – люди уже знают, что есть ТОСы, существуют. И уже своими проблемами они идут в библиотеку, зная, что здесь в течение всей недели, кроме субботы, можно найти меня, председателя ТОС. ТОС – это прежде всего решение вопросов местного значения и по благоустройству, и по организации досуга. Мы с удовольствием сюда ходим, потому что люди все любят петь. Мы берем и чувашские народные песни, и русские народные песни, и казачьи народные песни. В ближайшее время хотим, конечно, учиться на украинском, петь народные песни. Если ансамбль песни и пляски при ТОСе действует давно, то детская театральная студия появилась совсем недавно. Ее руководителем стала Галина Ласкина. В прошлом году нам при ТОСе Кукшумка при поддержке Анны Васильевны, председателя ТОС Кукшумка, смогли создать и организовать детскую театральную студию, куда приходят дети с удовольствием. На данный момент в нашей студии 15 детей. Мы с детьми очень много работаем, трудимся, и потом с этими представлениями мы уже выходим к населению. ТОС Кукшумский – один из самых спортивных в столице. И ветераны, и молодежь занимаются на тренажерах, бегают и даже освоили скандинавскую ходьбу. Скандинавская ходьба полезна. Все органы работают просто, доступно, всем возрастам. Это очень болезно. Сердечно-сосудистая система, двигательная, опорная. Вот кто больные, сердцем присоединяются к нам. Говорим не только о спорте, а о правильном питании, перседы проводим, гимнастику, как можно все это, как дольше жить на земле. Проблемы благоустройства всегда воспринимаются горожанами очень остро и вызывают бурные дискуссии на тему, кто виноват и что делать. Как правило, ответ на эти вопросы мы ищем где угодно, но только не в самих себе. Между тем, представители местного самоуправления давно говорят, что без поддержки населения с наведением порядка в городе не справиться. На сегодняшний день это единственная организация, которая позволяет сплотить внутри квартала людей по интересам. Люди начинают собираться, люди общаются, люди обсуждают те проблемы, которые существуют. И это позволяет понять, что их волнует, для того, чтобы сделать проживание на территории более комфортным. С ТОСом есть достаточно тесная связь. Это позволяет решать достаточно оперативно и быстро те поступающие вопросы, которые накопились у граждан. Так что 10 лет не прошли даром. Накопился опыт, знания, расширился круг единомышленников. Институт ТОСов доказал свою эффективность. Работа продолжается. Когда есть общее желание и стремление настоящих руководителей, общественников и жителей решить тот или иной вопрос, тогда и получается нужный эффект. И даже застоялые проблемы прошлого удается исправить. Мы заэффективный диалог между простыми людьми и госорганами. Это была программа «Открытый город». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин